Всем доброго времени суток, меня зовут Павел, и сегодня хотелось бы пополнить рубрику Good Light новым обзором карты Resher по точкам пассивного света. Мы снова на танке Chaffee, также эти места подходят для таких танков, как Leopard, VK-2801 или Telstopard и M5 Steward. В начале боя нам очень важно засветить первоначальное перемещение противника, поэтому вот эти вот кусты я советую занимать всем сразу же после конца отчета. Мы увидим, как и куда перемещаются вражеские танки, возможно не все, но те, которые будут вести себя не очень аккуратно, не очень осторожно, они обязательно попадут в засвет. Объект немного балуется, немного далеко вылез, но в рандоме ведь всякое бывает, поэтому вот такой вот засвет вполне имеет жизнь, и наша артиллерия уже сможет, возможно, один раз отработать. По нашему засвету. Также, если танки занимают какую-то позицию, на эту гору очень часто соползают тяжелые танки, то мы можем посмотреть, куда они едут, и опять же, это возможность для нашей арты, для наших ПТ выстрелить и нанести какой-то урон. Вторая позиция не столь важная, она нам пригодится только в тех случаях, когда наши войска уже поедут в квадраты К1, К2, К3, и мы будем четко видеть, что с горы им накидывает кто-то. И чтобы видеть, кто именно это делает, мы приезжаем вот эти вот кусты, точнее это елки вроде бы ели, становимся в них, и в принципе при выстрелах мы должны светить противника. Опять же, это рандом, вот такие вот случаи, когда противник выезжает на ровную поверхность, без кустов и без деревьев, они такие случаи очень частые, и в принципе тоже мы можем как-то защитить, как-то помочь команде. Но эту позицию я бы не советовал занимать в начале боя, потому что она несколько бесполезна будет. Мы не имеем представления, кто здесь, и есть ли вообще кто-то, поэтому все-таки первые кусты я советую занимать вот сразу же после конца отчета. Так как противник наш не стреляет, то он светится плохо, но при выстрелах будет намного лучше засвет, и намного чаще они будут появляться на наших миникартах и на наших экранах. Приходим во вторую точку, это такая альтернатива первому кустику, также его можно занимать в начале боя. Фактически это тот же самый обзор, той же самой местности, но под каким-то небольшим изменением угла, то есть немного с другой точки. Теперь хотелось бы перейти на те кусты, которые внешне нас очень бы привлекали своим видом. То есть мы видим, что тут много очень крон в деревьях, много кустов. И я первоначально на самом деле думал, что вот я туда могу поехать, и я вот 100% я останусь незамеченным. Сейчас я покажу, как это выглядит и что происходит. Всего лишь два танка смогли нас засветить, то есть они где-то в разных местах стоят, но мы ни одного не увидели. Поэтому эту точку я не советую занимать. Сейчас наши друзья переедут на другую точку, и мы посмотрим следующий кустик. Данные кусты с другого респа, с верхнего респа, я также советую занимать после отсчета. Мы видим сразу же тех тяжелых танков и тех ПТ-САУ, которые лезут на гору и занимают вот такие позиции за камнями. Мы даем возможность нашей арте отработаться и нанести какой-то урон. Также мы будем знать, кто на горе. Хорошая, прекрасная демонстрация того, что ПТ-САУ девятого уровня может светиться при выстреле. То есть вот она стоит, все нормально, а когда она выстрелила, она засветилась. То же самое происходит с тяжелым танком М-103. Стоял он, не светился, но при выстреле сразу же у нас он появляется на мини-карте и на экранах. То есть позиция очень выгодна. И сейчас я хочу сказать пару плюсов относительно танка Т-50 и Т-52, которые светят обычно активно, катаясь вот тут. В чем же недостаток активного света на данной территории? Допустим, он поднимается на горку, высовывается его башенка и он теоретически как бы обозревает вот эту территорию. Но танки стоят в кустах, и если они не выстрелят, он их не увидит. К примеру, он уже доехал до крайней точки и спускается вниз. Вот он спустился к краюшек башни, опустился за холмик и в этот момент выстреливает какая-нибудь ПТ-САУ. Он ее не может видеть. Но мы-то стоим и каждый выстрел отслеживается нами. То есть при каждом выстреле мы будем видеть. Это первый огромный плюс относительно активного света. Второй огромный плюс, то что у нас стоит стереотруба. То есть обзор у нас будет намного лучше, чем с оптикой на ходу. Таким образом, мы большую просто помощь делаем нашей команде. Следующая точка, она достаточно опасна. В том плане, что ее очень тяжело занять. Мы рискуем быть засвечены. Но если эту позицию занять, то она вполне хорошо нам открывает обзор. Конечно, может быть, не намного лучше, чем вот эти кусты. Но все же плюсы однозначно есть. Лично я не рискую их никогда занимать. Но, как бы, возможно, в некоторых ситуациях, когда противник остался только на вот этой горушке, есть смысл прийти вот сюда. При выстреле просто мне тоже отлично светится, как мы можем видеть. Однозначный плюс этой позиции то, что мы намного ближе. То есть мы светим лучше. Спереди нас нельзя никак увидеть. Мы за пустиками. Но вот справа относительно нас, возможно, если будет танк ездить где-то там, то он нас засветит. То есть это огромный минус. Все же сам я стараюсь эту позицию никогда не занимать. Перейдем, пожалуй, к следующей. И вот она привлекает меня намного больше, чем предыдущая. Да, на нее тоже тяжело забраться, но она открывает нам просто великолепный обзор на квадрат J7. Между J7 и J8. Да, все правильно сказал. И мы иногда можем видеть тех тяжелых танков и БДСА, которые находятся вот в этих вот домиках. Они сидят там очень часто. По моим наблюдениям, два из трех боев я там кого-нибудь свечу. Причем, если даже там никто не стоит, то наверняка какие-то тяжи будут спускаться и ехать на поле К1, К2, К3. В квадрат К1, К2, К3. Когда они будут это делать, когда они будут передвигаться в том направлении, то мы их однозначно будем светить. То есть, опять же, наша арта, пока они доедут до этого поля, может вынести один танк. И вот при каких-то маневрах возле этих домиков, если это не за вот этими деревьями, мы их светим прекрасно. Кусты отличные, но сейчас я скажу, в чем заключается минус этой позиции. Во-первых, ну, естественно, сюда не очень легко заехать. А во-вторых, средние и легкие танки с другого респа очень любят сюда становиться, потому что их мало кто видит. Чаще всего их замечают уже после долгого стояния вот здесь. Также арте их достаточно сложно накрывать, если арта начинающая или средненькая. Ну и вот мы видим, что тяжелые танки и ПТ-САУ, они светятся замечательно под нашу арту. Под наши ПТ, которые будут стоять на горе, они тоже смогут по ним отработать. Советую эту позицию, я ее занимаю практически в каждом бою. За этим камушком мы должны становиться в тех случаях, когда мы подозреваем или уже видели, что предыдущие кустики заняли СТ противника или ЛТ противника. Отсюда открывается не такой большой обзор, но все же, если враг продавил фланг, то мы можем подсветить его нашей арте. Также поближе к полю есть вот такое вот дерево. Не испутайте с кустом, потому что если вы наедете на ствол, оно упадет, и если кому-то неизвестно, то упавшее дерево не дает бонус к маскировке. То есть вот если дерево стоит, то крона работает как куст. Она скрывает нас. Но если дерево повалилось, хоть крона и видна, она не исчезает, она не дает бонус к маскировке. То есть осторожно с вот этим местом, это не куст, это дерево. Не забывайте, ни за что его не повалить. На этом, пожалуй, все. Сейчас, пока я буду умирать, весело умирать, я расскажу немного информации по поводу того, что же я все-таки делаю, какие я видео пишу. Для, в основном, для тех, кто недавно подписался на канал, и большинство недавно подписанных пришло с видео именно о обзоре карты Эль Халув в рубрике Good Light. Возможно, ребята, вы думаете, что я делаю только гайды по, допустим, свету. Или какие-то воды. Нет, на самом деле, большинство моих видео будут просто общением со зрителем. Я буду делиться какими-то своими эмоциями, какими-то новыми ощущениями, может, новостями какими-то, чем-то интересным, занимательным, увлекательным или просто смешным. То есть вот таким вот я буду заниматься. Если вы думаете, что здесь на канале вы найдете только вот, только гайды, только советы, только какие-то тактические приемы, то, увы, я должен вас разочаровать. Этого не будет, и как бы мне не хотелось это делать, я не могу себе пока что позволить. Потому что, во-первых, у меня опыта еще не столько много, и я боюсь где-то сплоховать, где-то опозориться, возможно. Да-да, я боюсь. Но по свету я буду, конечно, выпускать ролики. Может, это будет не так часто. Будет это довольно-таки редко, но все-таки я буду этим заниматься, потому что Чаффи это один из моих любимых танков. Сейчас я буду также качать ВК-2801, потому что это тоже пассивный свет. Это занимательно, увлекательно и интересно. Так что данные гайды по пассивному свету, Good Light, они будут продолжаться. Но не очень часто. То есть канал будет таким больше похож на тех, кто делает летсплей. На этом, пожалуй, все. Всем удачи в боях, светите долго, светите качественно. С вами был Пайн Гросбек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok